Слава Богу, братья и сёстры! По-русски понимаете? Слава Богу! Знаете, когда я слушаю, я присоединяюсь к этому благодарению вместе с вами. Потому что, если бы не милость Божья, мы бы сегодня здесь не были. Но это есть милость Божья. Слава Богу, что мы можем быть в Доме Божьем. Мы могли быть в разных местах, братья и сёстры. Некоторые в моргах, некоторые на кладбище, некоторые в барах. Братья и сёстры, по-разному мы могли быть, но есть милость Божья, и мы в Доме Божьем. Аминь! Это очень великая милость. И, конечно, мой совет для вас, братья и сёстры, вот в этой Библии, русского перевода, слово «спасибо» как вы хотите, так меня понимаете, но нету его, слышите, нет? А есть «благодарю». А украинскому «дякую». Это благодарность вечному Богу. Сегодня люди, люди, очень многие, немножечко, чуть-чуть, но по чуть-чуть и уходят. Вместо «благодарю» – спасибо. Вместо «благословить» – будьте благословенны. А я говорю, идите, грейтесь и питайтесь. Знаете, Библия говорит нас, и так благословляйте народ мой. Есть так написано или нет? «Да благословит тебя Господь». А люди сегодня, будьте благословенны. Братья и сёстры, мы сегодня должны жить этой Библией. Аминь. Это есть всё для нас. Хвала Ему, что Он оставил это Слово. Оно есть оригинал нашего поклонения Ему. И если мы по этому оригиналу поклоняемся, братья и сёстры, это поклонение принимает Господь. Аминь. А если мы добавляем до Него чего-то и думаем, да приукрасим мы немножко, да чуть-чуть добавим до Него, да это ж красивее будет, лучше будет. Братья и сёстры, Бог в этом не нуждается. Бог хочет, чтобы мы поклонились в Духе и Истине. И таких поклонников ищет себе Господь. Сегодня Он ищет. И вот Бог положил мне на сердце, братья и сёстры, и я поделюсь с вами Словом Божьим. Это, конечно, для нас праздничное служение. Почему? Потому что милость Божья явлена для нас. И это есть праздник. Аминь. Праздник, который люди, многие говорят, а где написано, чтобы Рождество праздновать? А где написано, чтобы Пасху праздновать? Ну, где написано, что это праздник, и его надо три дня праздновать? Но, братья и сёстры, тот человек, который прощен Богом, для его это праздник. Аминь. Для его праздник, что он может прийти пред лица своего Творца, склониться пред Ним, поблагодарить Его, пообщаться с Ним, поговорить с Ним, и попросить у Его. А, братья и сёстры, а мы нуждаемся, правда? Мы нуждаемся. Итак, я читаю Слово Божье. Три места Писания. Вы его наизусть знаете. Но я, напоминая, для нашего размышления, читаю такое Слово Божье. Первое место. Евангелие от Иоанна, 5 глава. И я думаю, что вы знаете, что написано, после всего был праздник иудейский, и пришёл Иисус в Иерусалим, и там была купальня. И вот в этой купальне он подходит к человеку, и говорит Иисус. Тут был человек, находящийся в болезни 38 лет. Иисус увидел его лежащего, и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему, хочешь ли быть здоров? И ответ человека. Братья и сёстры, больной отвечает ему, так, Господи, но нету человека. Нету человека. Вы знаете, братья и сёстры, вдумайтесь в то слово, которое ответил этот человек. Он говорит так, Господи, не просто так, дорогой мой, так, ну, ну, пришелец, ну, какой-то незнакомый, я тебя не знаю, но Он говорит так, Господи, называет Господом, того, которого Он увидел, а надежда на кого, братья и сёстры? На человека. На человека стоит Господь, Господа называет Господом, а надежда на человека. На человека. О, как часто, братья и сёстры, мы верующие люди, а надеемся на кого? На врача. Слышите, нет? На врача. А я вам могу сказать, я свидетель очень многих чудес Божьих. Если о ком-то говорить, мы, может быть, будем сомневаться, а я вам скажу, братья и сёстры, я стою перед вами, а мои ноги не ходили. Мои ноги не ходили, я был парализован, то есть, конкретно половина была отнята, и врачи, когда меня завезли с согнутого в больницу, и врачи смотрели, и когда приходили такие старенькие люди меня проведали в больницу, и врач сказал, этот молодой человек в жизни своей больше ногами ходить не будет. А они сказали, а мы вымолим его у Бога. Аминь. Братья и сёстры, а мы вымолим его у Бога, и они меня вымолили, и я стою сегодня в этом доме молитвы. Хвала Бог. Мы сегодня имеем того, который может это сделать. И вот, братья и сёстры, Слово Божье говорит второе место Писания, которое я хочу прочитать. Это есть записано Евангелие, то есть, Марка, Евангелие Марка, и читаю Слово Господне. Написано есть так. Первая глава, и читаю только один стих. Приходит к нему прокажённый и умоляя его, и падая пред ним на колени, говорит ему, если хочешь, можешь меня очистить. Слышите, братья и сёстры? Если хочешь, можешь меня очистить. Если бы мы сегодня зашли в больницу, к врачу, поликлинику, куда бы ни было, к врачу на приём, больные, проблемы имеем, и говорили ему, если ты хочешь, то ты меня уздоров. Как вы думаете, мабуть бы, мы выставлены были за двери, правда? Нам сегодня надо приходить к врачу, и прежде, чем о чём-то говорить, надо конверты ложить, деньги ложить, и просить, ну, помоги, ну, сделай, ну, выйди, ну, дай лекарства. А этот прокажённый приходит до Христа и говорит, если ты хочешь, то ты можешь меня очистить. Братья и сёстры, как вы скажете, он верил, что он может это сделать, или нет? Он верил. Он верил, он знал, что он может его очистить. Он верил в эту силу, что он может это сделать. Но он себя оценил, что он недостоин этого очищения. Оценил, как это всё. Я приду и скажу, очисти, за что? Я ничего сделать не сделал. Я абсолютно ничем не послужил ему. Я абсолютно ничего не делал. И вот тут, и он приходит и говорит, если ты хочешь, то ты можешь меня очистить. Братья и сёстры, и ответ идёт, хочу. Слышите? Слышите? Прокажённый человек. А ответ идёт, хочу. Библия нам говорит, и простирает руку, касается прокажённого, и проказа сходит. Хвала вечному Богу. Мои дорогие, вы верите, что сегодня он хочет это сделать, или нет? Веришь ли сегодня тому, что он хочет это сделать для тебя? Слышите? Для меня. Он хочет для нас сделать это. И в первую очередь он хочет, братья и сёстры, чтобы мы, осознавая наше положение, пришли к нему и сказали, очисть меня. От чего? От греха. От греха. Мы сегодня никто не можем похвалиться. Я не грешу. Я святой. Сто процентно. Я никогда не... И мысли у меня, и дела мои, они полностью совершенны. Братья и сёстры, и мы сегодня этого сделать не можем. Но! Приходит юноша. Третье место Писания. Это есть записано, и оно говорит нам таковыми словами. Евангелие Матфея. И Слово Божие говорит нам так. Иисус сказал ему, если хочешь быть совершенным, если ты хочешь быть совершенным, надо что-то сделать. Мои дорогие! Он ему сказал, иди, продай имение, раздай нижчим. Мои дорогие братья и сёстры, а мы скажем, а у нас имения нету. Ну, нет у нас этого имения. Ну, нет у нас того богатства. Что я могу раздавать? Так что, нам ничего не надо делать? Как вы думаете, нам ничего не надо делать? Мои братья и сёстры, я вам скажу, что задали такой вопрос. Вопрос. Люди задали. Мужи, братья, а что нам надо делать? И он ответил, покайтесь. Аминь. Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа и получите, упрощение, и получите дар святого духа. Покайтесь, чтобы Бог простил. Мои дорогие, мы сегодня имеем такое служение. И брат сказал, может быть, кто-то здесь есть, может быть, кто-то пришёл на это место, слушает, и думает, размышляет, но Слово Господне говорит нам, хочешь ли быть совершенным? И вот на этот вопрос, на этот вопрос, 25 лет вы назад были в собрании и ходите сегодня в это служение, и сдают вопрос, хочешь быть совершенным или нет? Вчера пришёл в собрание, сегодня первый раз пришёл в собрание, хочешь быть совершенным или нет? И этот вопрос нам надо ответить. И я сегодня стою перед вами, братья и сестры, и этот вопрос звучит мне, мне звучит, и звучит для каждого. Хочешь ли быть совершенным? А меня и так, может быть, устраивает. Меня и так устраивает, мне и так хорошо все. Я могу жить сегодня, у меня проблем таких нет. Ну, бывает, у кого-то большие могут быть, а я не особо переживаю, у меня все укладывается, семья у меня нормальна, работа у меня нормальна, все у меня идет хорошо. Но, братья и сестры, войти в небо надо быть совершенным. Аминь. Здесь, на земле, может быть и так, но небо, оно не есть такое, которое сегодня мы представляем, может быть, себе. Библия говорит, что ничто нечистое и преданное мерзости туда не войдет. Не войдет. И поэтому нам сегодня нужно совершенство. И вот бывает, мы прикладываем усилия. И знаете, какое усилие прикладываем? Первое. Идет хлебопреломление. А я сам себя осуждаю и говорю, я не достоин этот раз принимать хлебопреломление. Я не буду участвовать. Я в следующее буду участвовать. Братья и сестры, приходит следующее, а я еще стал каким? Худшим. Худшим. Прикладывал усилия. И вы знаете, как оно не есть. Мы на сегодняшний день должны разуметь, что совершенство и совершенным может сделать нас только Иисус Христос. Аминь. Ибо нет другого имени данного человеком, через которого можно было бы спастись, только имя Иисус Христос. И вот стоит вопрос. Праздник. Он встал на празднике. Последний день. И говорит, кто жаждет? Иди ко мне и пей. О, как много сегодня многих людей, если задать вопрос, имеете ли вы просьбу, нужду пред Богом в молитве за исцеление. И многие люди поднимают руки и просят помолитесь. Братья и сестры, и это нормально. Это нужно. Потому что человек живет на земле. Ему нужна это здоровье, сила. Но, мои дорогие, когда стоит вопрос, вопрос, а хочешь ли быть совершенным? И, мои братья и сестры, и рук этих нет. Нет. Стоит вопрос сегодня. Я не знаю, у меня Бог положил это на сердце. Хочешь ли быть совершенным? Человек недостоин. Но он приходит и говорит, если ты хочешь, ты меня сделай совершенным. Я не могу сделаться совершенным. Я не могу оставить свои грехи. Я не могу оставить все то, что оно меня тянет. Я не могу. Я погряз в этом. Я хочу оставить. Я проповедую на христианском радио. Прямой эфир. Звонки поступают. И звонит человек. Пастырь, помолитесь, пожалуйста. Меня болит очень желудок. Ну, а какая причина? Отчего? Ты заметил, отчего у тебя болит? Ну, вы знаете, когда я выпью, и он мне болит, так перестань пить, да и перестанет желудок болеть. Нет, пастырь, я люблю выпивать, но вы помолитесь, чтобы он не болел. Братья и сестры, что люблю я сегодня? Что люблю я сегодня? Я хочу, чтобы оно не болело, но я не хочу оставить вот эту привычку, я не хочу оставить вот эту жизнь. Братья и сестры, нам сегодня нужна полная свобода. И свобода от этого всего. И может ее дать только Христос. Аминь. Но только тогда, когда мы это осознаем. Знаете, второй звонит мне. Пастырь, я очень пью. Ну, я пью постоянно, я не могу, я не хочу пить, но у меня сил нету. Я постоянно пьяный, я постоянно, так сказать, в трудном этом положении. Помолитесь, чтобы я не пил. Он разговаривает со мной по телефону, то есть говорит, я слышу, и я уже слышу, что у него уже голос не такого, ну, трезвого человека. И я ему говорю, пожалуйста, если ты можешь еще подняться на ноги, если ты можешь идти, то поднимайся и иди в церковь. Приходи к нам в церковь, мы будем за тебя молиться. А если не можешь, не можешь уже идти, то я ему просто сказал, хоть на четверинках, но и ползи в церковь. Но прежде, но прежде, когда ты начнешь это делать, убери бутылку из стола. Убери ее. А он говорит, пастыр, откуда вы видите, что у меня бутылка на столе стоит? Братья и сестры, мы хотим свободу, а бутылка пусть стоит. Нет. Нам надо убрать бутылку, а потом придет свобода от Христа. Аминь. Но когда мы ее не убираем, но когда мы ее оставляем, когда мы думаем, пусть она стоит, братья и сестры, пусть таблетки будут в кармане, а ты меня исцели. А если чего не будь, то и таблетки помогут. Братья и сестры, Бог так не делает. Бог, если освобождает, то таблетки не нужны. Аминь. Вечному ему слава. И мы сегодня стоим пред таким Богом. Стоим пред тем, который не только дает здоровье, он дает свободу. Он свободу дает и сдаёт спасение. Может быть, многое чего можно поделиться, и сестры делились, но одним моментом я поделюсь с вами. Я сам родился на Украине. 35 лет я уже в Латвии. Бог туда направил, и уже мы с семьей там трудимся. 35 лет уже живу там. Работая при Союзе, мы набирали отсюда людей. Туда было очень много нужно людей на работы. И вот однажды я, второй раз, третий раз, я набирал очень много людей, потому что я был начальником участка строительного, набирал людей, бригад туда на работу. И вот подходит ко мне пастыр церкви. Одной церкви очень хорошо знакомый мне этот пастыр, с которым я очень много ездил, бывал в служении, я их возил на своей машине. И вы знаете, он просит меня, возьми моего сына, возьми на работу его туда. А я знаю, что его сын очень сильно пьет. Он работает водителем, но если он выходит из машины за руля, он домой не доходит трезвым. И до тех пор, покуда опять за руль. Вы знаете, я отказывался раз, но говорил, ну, я подумаю, я то, я сё. А мысль была, зачем у меня и так там проблем хватает с этими людьми по участках, да ещё туда добавить ещё одного такого человека. И вот он просит один раз, просит второй раз. И я не могу ему больше отказать. И говорю, если уж так, то скажите, пусть он готовится. я сейчас буду тут ещё, и когда я буду ехать на своей служебной машине, я его заберу. Я заберу его. И вот я заезжаю в этот дом к пастыру церкви. Он жил вместе. И когда начали его будить, а он не может, он не может отойти ещё от этой водки. Он не может подняться, но еле-еле подняли его. И как мы всегда перед дорогой молимся, мы склонились вместе с семьёй. Это есть тот брат, его жена, и я, и мы склонились, и он еле-еле стал на колени. Братья и сёстры, когда после молитвы ему надо было помогать его поднять. Мы подняли, посадили его в машину, и я думаю, кого я везу туда? Знаете, как бы оно ни было, те люди, руководители, которые работали с таковыми людьми, это страшно. Дал ему машину, дал ему транспорт, а если он напивается, что дальше? Кто будет отвечать? Что будет делать дальше? Да ещё на строительство, где мы ввели только большие здания строительства, это было только монтаж, то есть конструкции, заводы и так далее. И вот вы знаете, братья и сёстры, я еду, едет со мной ещё один служитель, служитель церкви отсюда, из Украины, и один из проповедников, нас было троих, и он четвёртый, в машине дышать было нечем, опускал стёкла, бо дышать нечем от этого, много взял, терпи, и вот мы едем, уже Белоруссия, мы въезжаем в Белоруссию, развышляем, о наших поездках, где мы бывали по собраниях, где есть, и какие братья, какие сёстры, и я говорю, вот здесь Телеханы, вот оттуда недалеко речки, есть такая деревня речки, а там сестра Ульяна была, она уже в вечности, это сильный сосуд Божий, великий труженик, она была на Ниве Божьей, Бог через её великие откровения давал, Слово было Господне через её, и я им говорю, и задаю вопрос этому служителю, может быть, хочешь заехать, давай, можем заехать, тут 17 километров всего, он говорит, ты знаешь, было бы неплохо, давай заедем, и я повернул, и мы поехали в эту деревню, мы зашли в дом, заходим в дом, мы выходим спокойно заходить в дом, а он сидит, он сидит, он немного отошёл уже, покуда мы его туда довезли, он сидит, и я ему говорю, его звать было Гриша, Гриша, заходи с нами, заходи, и он заходит, он зашёл, знаете, как он они ест, он понимает, папа верующий, служитель церкви, братья и сёстры, мама верующая, все родства верующие, он вырос в верующей семье, но он шёл своей дорогой, у него была семья, но он шёл своей дорогой, и вот он посмотрел по комнате, и за стульчик, и так в уголку сел, и сидит, мы начали немножко беседовать, побеседовали, и мы говорим, мы проездом, мы сейчас помолимся, и дальше едем, давайте тогда будем молиться, и вот мы склоняем колени, братья и сёстры, склоняем мы колени, и когда сошёл Дух Святой, когда сошла сила Божия, и наполнила эту сестру, она подходит прямо к нему, первому к нему, и идёт такое слово, братья и сёстры, слово от Бога, сын мой, зачем хромаешь на оба колена, вы знаете, братья и сёстры, пьяный человек, зашёл в комнату, мои дорогие, а Бог называет его кем? Сыном, сыном, зачем хромаешь на оба колена, ведь я для тебя сделал так, и Бог открывает, что он для его сделал, Бог говорит, я люблю тебя, Христос говорит, я люблю тебя, но ты идёшь своим путём, хромаешь на оба колена, и так остановись, этот человек упал, он начал горько плакать, он начал горько плакать, а пастыр, который был со мною в машине, стоит на коленах, и мысль такая идёт, вот это пророк, вот это пророк, о, об этом пророке такое ты рассказывал, а она, о, если бы она знала, если бы она была пророк, то она бы знала, что это пьяница, она бы знала, что это человек, который ещё не вытрезвил, что у него ещё вонь идёт с этой, можно сказать, внутренности, мои дорогие, и когда он только подумал это, она резко разворачивается, и подходит к нему, и Дух Святой через её уста говорит, если я одел тебя в рызы священства, то священник должен иметь ведение, аминь. Церковь дорогая, братья и сёстры, пошло к нему слово, слово, которое он не ожидал, она не знала его, она первый раз видела его там, в её доме, братья и сёстры, но видел его Господь, аминь. И Бог говорит, если я тебя одел в рызы священства, то священник должен иметь ведение, братья и сёстры, что сегодня творение его, это есть сыновья и дочери Господней, аминь. Хвала вечному Богу, Он творец наш, Он Отец наш, хвала Ему, и Он сегодня обращается, и Он обращается к тебе, ко мне, и Он не говорит, о алкоголик ты, о пьяница ты, о наркоман ты, о ты грешник, блудник, прелюбодей и тому подобное. Он говорит, сын мой, дочь моя, я умирал за тебя, аминь. Аминь. Остановись на путях, остановись. Почему? Потому что впереди погибель, но я предлагаю тебе жизнь, хвала вечному Богу. Я умирал, а ты живи, хвала Богу. О, мы пели псалом, я в молодости своей его помню, это на хлебопреломление, там идет такой псалом, декларация идет, и псалом такой, ну, ну сойди же со Христа, ну сойди, ну докажи же им, что ты есть Сын Божий, ну докажи. А в ответ я слышу, если я сойду, тебе придется занять мое место, а теперь я умираю, а ты живи, хвала Богу. Я умираю, но ты живи. Почему? Потому что Он пришел и хочет сделать нас совершенными, хвала Ему. И хотим ли мы этого, хотим ли мы этого совершенства, мои дорогие, и когда это все произошло, такое слово вышло, этот пастер упал, просто плашмя на пол и начал горько каяться, просто в голос кричать, Боже, прости меня, прости, я не то уразумел в своей жизни, братья и сестры. И когда мы вышли уже с этой молитвы, этот человек очень, так сказать, его лили слезы, он молчал, он ничего не говорил, он сидел в машине и плакал. Едем, а он плачет, плачет сидит. И вот мы подъезжаем к Риге. Когда мы подъехали к Риге, Рига, город, я ему задаю вопрос, скажи, скажи, что мне сделать? Я привезу тебя на один из объектов, участков, и там есть верующие, и там есть неверующие люди. И они, конечно, меня спросят, кто и что, и я должен буду сказать, если ты неверующий, то тебя примет эта группа неверующих, а если ты верующий, то тебя примет группа верующих, вот там есть такие и такие. И вы знаете, братья и сестры, он так посмотрел на меня, горько заплакал. Если вы видели, как лились его слезы, он смотрит на меня с таким и говорит, скажите, а вы можете сказать, что я верующий? Братья и сестры, как вы думаете, как вы думаете, можно сказать или нет? Я могу сказать пьяница, я тебя ж пьяного забрал. Ну, как я тебе могу сказать, что ты верующий? Но, братья и сестры, когда я стоял на коленах, молился, его Бог назвал кем? Сыном. Сыном. Кто я, чтобы я сегодня сказал, нет, ты не сын его, ты пьяница, ты алкоголик, мои дорогие, я такого не могу сказать. Я не могу. Почему? Потому что Спаситель спас меня и его. Хвала ему. И сегодня готов спасать вас. Готов спасать. Может быть, это проповедь моя, которую Бог положил, будет для одного человека. Но я счастлив буду, что, приехавшись из Рыги, Бог меня употребил, как трубу для твоего спасения. Аминь. Хвала вечному Богу. Не мне слава, но ему. И поэтому, мои дорогие, я ему сказал, хорошо, хорошо, Гриша, я скажу, что ты верующий, но с сегодняшнего дня у твоей руки стакана с водкой не должно быть. Избирай, кому служить. Избирай. Название можно, сказать можно, но твоя рука не должна больше взять стакан. Мои дорогие, братья и сестры, он сегодня славит Господа. Аминь. Было его решение. Было его решение. И знаете, когда я приехал и сказал, что он сын такого-то человека, а этого человека люди знали. И знали его, что он пьяница. И знали его, то, что он пьет. И я говорю, это верующий. Братья и сестры, многие улыбнулись. Многие улыбнулись. Но когда в его руке больше не было стакана и в руках не было сигареты, они увидели, что он стал христианином. Аминь. Они увидели, что его помиловал Бог и он сегодня спасен. Хвала Богу. Мы сегодня живем на этой земле. И нам Бог хочет нечто сказать. Хочешь ли быть совершенным? О, церковь дорогая, в одном из служений, когда призывали к молитве, кто имеет нужды, всегда одна поднималась сестра. Она поднимается и просит, помолитесь за моего мужа. Он алкоголик. Он пьяница. Он пьет беспробудно, помолитесь за него. И она так регулярно просила молитвы за его. И вы знаете, братья и сестры, однажды в собрании, когда она сказала, Бог поднимает сосуда Божьего, то есть пророка, и Бог ей задает вопрос. Бог задает ей вопрос. Скажи, кто он тебе? Братья и сестры, скажи, кто он тебе? Она молчит. Бог повторил опять этот вопрос. Скажи, кто он тебе? И она все поняла. Она поняла. Мой брат, сестра, она поняла это все. И что поняла? Она пришла домой, она убрала дом, она убрала свое жилище, она все, что могла, приготовила и ожидает своего мужа. мужа, он приходит пьяный, вымазанный, как всегда. Знаете, у них, когда они трезвые, то с них бывает невозможно слово услышать. А когда они пьяные, ох, как они все, все знают, все умеют, все наставляют. И вы, знаете, братья и сестры, он пришел такой, и она начинает ему помогать раздеться, начинает его, так сказать, обухаживать, упоследствии посадила его, а он бурчит, он ругается, он, так сказать, все, как всегда. И вот она идет, берет таз с водою или мыску, приходит к нему, снимает с его ботинки и начинает мыть ему ноги. Братья и сестры, это не на хлебопреломлении, когда, бывает, свершают это. Она начинает мыть ему ноги. И он смотрит на это, и говорит ей, это ты моешь ноги алкоголику? Алкоголику ты моешь ноги? Братья и сестры, кто он был у ее? Вы поняли, нет? Бог задал вопрос, кто он тебе? У нее он был алкоголик, у нее он был пьяница, у нее он был пропащий, у нее, о, как много этих есть слов. А Бог ей задал, кто он тебе? И когда она начала мыть ему ноги, и он этот вопрос задал, ты алкоголику моешь ноги? Она говорит, нет, не алкоголику, а тому, которого я любила мужу, любимому мужу, и я мою ноги, я любила, я вышла замуж за тебя, я любила, а сегодня Бог меня учит, чтобы я продолжала любить, аминь. Церковь дорогая, и когда она это сказала, он сунулся с этого сиденья, на котором он сидел, обнял ее, встал на колени, и сегодня славит Господа, аминь. Три слова нужно, не надо очень много, три слова нужно. Мой брат, сестра, кто он тебе, любимый мой муж? И поэтому для нас сегодня Бог хочет сказать, ты хочешь быть совершенной или нет? Хочешь в твоем мире, то есть в доме мир, хочешь ли благополучие, хочешь ли? Мои братья и сестры сегодня он задает сыновья, дочеря, вы сегодня себя оценили, оценили, что недостойные, Бог хочет сделать достойным, аминь. Ты сегодня говоришь, я грешник, у меня нет покаяния, я не могу, я сегодня уже погряз, ой, я знаю, какой я есть, а Бог хочет сделать сыном совершенным, аминь. Дочерью совершенную перед нами будет молитва, мы сейчас будем молиться, братья и сестры, но он пришел сделать нас совершенными, хвала ему, пришел, хочешь ли, о, если ты сегодня имеешь тягость внутри, если ты сегодня считаешь, что ты обременен грехом, Бог сегодня готов омыть своей кровью, ибо кровь, Сына Божьего, очищает от всякого греха, хвала ему, хвала ему, он хочет не просто, чтобы ты вспоминал о рождении Иисуса Христа, он хочет родиться в твоем сердце, он хочет быть в твоем сердце, он хочет жить в нем, и обитель, чтобы была совершена там, и когда это придет, ты будешь иметь великую радость, нога будет болеть, слышите, нет? Рука будет болеть, голова будет болеть, слезы будут литься с глаз, но внутри будет радость, аминь. Хвала вечному Богу, бо мы пропели такой псалом, да, сегодня здесь на земле скорби, но придет время, и мои глаза увидят Господа, там скорбей не будет, там печали не будет, о, как многие люди сегодня говорят, о, ты сделай, чтобы, Боже, помоги, чтобы я не пил, братья и сестры, многие люди молятся и просят, помолите, чтобы мой муж не пил, братья и сестры, чтобы мой сын не пил, это не есть выход, это не выход есть, братья и сестры, он не будет пить, он будет проигрывать все деньги в автоматах, он будет сидеть в интернете, он будет еще другое делать, братья и сестры, наша цель сегодня молиться, спаси меня и дом мой, аминь. И когда Бог спасает, и когда Бог приходит, вот это есть радость, хвала Богу, и самая большая радость, мы улыбаться можем, мы можем смеяться, мы можем быть радостны, братья и сестры, нам что-то бывает, скажут, и мы радостные, но Библия нам говорит, что нет большей радости, когда видят, что дети ходят в чем? В истине. Мои дорогие, для отца нет больше радости, когда он видит, что сыновья верующие, дочери верующие, семья верующая, нет больше радости, это есть совершенная радость, хвала вечному Богу. Мы можем радоваться машинам, мы можем радоваться чему-то другому, мы можем радоваться, нам что-то дали или поздравили, но, братья и сестры, об одном кающемся грешнике на небесах радуются ангелы. О, как сегодня хочет этого видеть Господь, чтобы люди приходили и сегодня, может быть, для Тебя это слово, сын, дочь, может быть, для Тебя, перед нами сейчас будет молитва, и Тебя ожидает Господь, и Тебя ожидает Бог обнять Тебя, омыть Тебя, очистить Тебя и кровью Своею омыть грехи Твои, аминь, чтобы Ты стал совершенным и мог сказать, слава Тебе, Господь, я погибал, а Ты меня спас, хвала Богу. Итак, мои дорогие, пусть Бог благословит вас каждого, но если это слово, оно звучит к Тебе, и Твоя внутренность говорит, это ко мне, это ко мне, то, чтобы Ты знал, не я Тебя зову, а зовет Тебя Господь. Пусть Бог благословит, может быть, это старшие люди, может быть, это молодые люди, может быть, это дети, верующих родителей, дети верующих родителей, по наследству спасения нет, есть спасение при принятии Иисуса Христа, и поэтому решение за вами, пусть Бог благословит, а мы, вставши на ноги, молимся, а кого зовет Господь, вы можете идти, и Церковь будет молиться, и Дух Святой будет наполнять сердца, хвала, хвала вечному Богу, молимся. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok